Петр Аркадьевич Столыпин Борисов Николай Сергеевич Доктор исторических наук Профессор исторического факультета Московского государственного университета Имени Ломоносова В истории России Столыпин Известен прежде всего Как создатель знаменитой Столыпинской реформы Вот с этого мы и начнем Что же это за реформа И какие ее основные идеи Ну надо сказать, что Реформа Столыпина Это прежде всего реакция на события 1905 года В 1905 году Вопреки ожиданиям правительства Большую революционную активность Проявили крестьяне Крестьяне, которые Требовали земли Которые ненавидели своих помещиков И просто физически расправлялись с ними 16% всех дворянских усадеб Было уничтожено в 1905 году Нужно было срочно что-то предпринять Как-то умиротворить крестьянство Основное население России И вот здесь найдена была определенная формула Формула, которая состояла в том, что нужно Сочетать прошлое и настоящее Нужно разрушить традиционную для России Крестьянскую общину И на смену этой общине создать земельный рынок Рынок, на котором крестьяне могли бы продавать свои наделы Покупать себе, если им нужны новые наделы Столыпин сумел убедить императора В том, что главное – это аграрная реформа Главное – это разделить крестьянство на состоятельных Крестьян, которые готовы вести самостоятельное рыночное хозяйство И дать свободу беднякам, неспособным к самостоятельному хозяйствованию Дать им возможность выйти, получить свой надел И с этим наделом делать что угодно Либо работать на нем, либо проще продать его И уйти в город на заработки Значит, вот аграрная реформа Столыпина состояла, собственно говоря Из трех пунктов Первое – это разрушение общины Это было тяжело, потому что привыкли к тому, что община – это основа русской деревни Со времен Ярослава Мудрого Мир, община – это то, что помогает крестьянину выжить в экстремальных ситуациях Коллективизм русского крестьянина связан с общиной, ну и так далее То есть община – целый пласт не только экономики, но и менталитета Но и вообще традиции русского крестьянства И вот теперь реформа Столыпина, объявленная в 1906 году Она разрешает крестьянам выходить из общины Брать свой надел и распоряжаться им как собственностью А ведь прежде земля принадлежала общине Крестьянин не мог просто так взять и уйти со своей землей, куда ему, так сказать, вздумается Община этого не допускала Теперь община уже не смеет останавливать крестьянина Если он требует свой надел, ему обязаны дать И он имеет право распорядиться как угодно Либо продать это своим же крестьянам, либо там еще кому-то Либо работать на этой земле Вторая часть вот этой аграрной реформы – это, конечно, переселенческая политика У Столыпина была, в общем-то, здравая мысль о том, что в России есть огромные пространства земли Которые никем не обрабатываются и никакой пользы не приносят Это прежде всего Южная Сибирь, Средняя Азия, возможно, Запайкалье Переезд большого количества переселенцев на Восток, конечно, требовал специальной подготовки И одним из элементов этой подготовки стали специальные вагоны Которые рассчитаны были не на заключенных и не на каких-то, так сказать, несчастных людей А рассчитаны были на то, чтобы вся семья переселенцев могла уместиться в этом вагоне И даже если нужно было, нужно было взять свои вещи, скот, какие-то инвентарь И вот эта работа была проделана Переселенческая политика Столыпина, ну, не на сто процентов, но в значительной мере облегчила аграрную проблему И до сих пор в Сибири, если вы поговорите с людьми, которые являются там старожилами И спросите у них, а как попали сюда ваши деды, прадеды То они, усмехнувшись, скажут, в Столыпинском вагоне В Столыпинском, значит, потоке переселенцев Так что, конечно, там была масса всяких недоделок Местная администрация плохо работала Многие возвращались, крестьяне Это все так, но в целом это была удачная идея Столыпин, вообще говоря, говорил откровенно, что мне нужно 20 лет покоя Вот дайте мне 20 лет покоя для России, и я доведу свою реформу до конца И все будет хорошо, все будут довольны Но, к сожалению, судьба не отпустила ему не только 20 лет, но и гораздо меньше Так вот, а третье направление Столыпинской аграрной реформы Третье направление — это кредиты, крестьянский банк Ведь человек, который выходил из общины для того, чтобы начать самостоятельное хозяйство Ему надо было купить какие-то элементарные оборудования Прикупить земли, там, еще какие-то покупки сделать Ему нужен был первоначальный кредит, деньги И вот крестьянский банк на самых льготных условиях выдавал крестьянам, которые выходили из общины Выдавал эти кредиты и помогал им освоиться и начать самостоятельное хозяйство Выйти на хутора, на труба Немногие решались на это Примерно 20% всех крестьян только воспользовались этим Но все-таки это был первый шаг И если бы действительно дальше Россия развивалась спокойно То это все принесло бы очень хорошие плоды Это безусловно, потому что формировался рынок земли И формировалось новое отношение между крестьянами и помещиками и так далее Если пытаться оценить в целом Столыпинскую программу То нужно сказать, что основная идея состояла в том, чтобы создать новый слой населения в России Слой зажиточных людей, не слишком богатых, но и не слишком бедных Людей, которые могли бы служить опорой порядка Которым не нужна была революция, потому что у них было что терять То есть это слой людей, которые мы сейчас на нашем современном языке называем средним классом Если бы в России появился средний класс То Россия бы не сорвалась со своего исторического пути в пропасть революции и гражданской войны Значит, вот аграрная реформа Столыпина Это одно направление его деятельности Другое направление – это работа в Думе Как премьер-министр, а он сначала был просто министр внутренних дел А потом уже в 1906 году он стал премьер-министр И как премьер-министр он должен был работать с Думой Он должен был постоянно там выступать, объяснять реформы, так сказать, проводимые правительством Николай вообще не любил ходить в Думу И разговаривать с депутатами считал царь ниже своего достоинства А Столыпин, наоборот, он считал, что надо работать с Думой И вот в результате этого сформировалась так называемая политика Столыпинского маятника Октябристский маятник В Думе в это время уже были три основные силы Это монархисты, октябристы и кадеты И вот когда Столыпину нужно было провести через Думу какой-то более либеральный закон Он организовывал за кулисами союз октябристов и кадетов Когда, наоборот, он хотел провести более консервативный закон Он, опять-таки, за кулисами, пользуясь своими связями, своим авторитетом Вел переговоры с лидерами консервативной фракции и теми же октябристами У него были очень хорошие отношения с лидером октябристов Александром Ивановичем Гучковым Умнейшим человеком одного из крупнейших политиков России этого времени Лидером кадетов был, как известно, Павел Николаевич Милюков Тоже выдающийся человек И вот Столыпин умел найти возможность компромисса И таким образом вот это лавирование между крайне правыми и либералами Позволяло ему проводить практически то, что он хотел Столыпин отличался не только готовностью сотрудничать с Государственной Думой Но отличался и как прекрасный оратор Когда угрожали ему с левых сторон левые радикалы Он говорил свою знаменитую фразу «Не запугайте, не запугайте» Действительно, он был человек удивительной храбрости Он знал, что за ним охотятся Его дачу взорвали, у него несколько покушений было И он знал, что, в общем, рано или поздно его уничтожат Но он считал, что для России он должен делать то, что делает И поэтому, когда в очередной раз в Думе на него накинулись крайне левые Он сказал «Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия» И вот эта фраза Столыпина вошла в историю Это второе направление деятельности Столыпина Работа в Думе Вот этот Столыпинский маятник А третье направление Самое, так сказать, неприятное, но необходимое Это подавление революционного движения Потому что он пришел к власти весной 906 года Когда страна была охвачена крестьянскими волнениями Прежде всего Горели усадьбы И сам Столыпин, который был до этого саратовским губернатором Он прекрасно знал это Он сам с отрядом казаков усмирял этих крестьян И вот теперь Столыпин проводит политику подавления, жестокого подавления революционного движения Как он это делает? Он проводит закон о создании военно-полевых судов Все политические преступления судили не обычным гражданским судом с присяжными Осудили военным судом Там, где три офицера выносили приговор И в общей сложности говорят Ну тут тоже разные цифры называют Но несколько тысяч человек было расстреляно По скорострельному, как говорили этому Столыпинскому указу И несколько десятков тысяч были высланы Высланы в Сибирь за участие в революционном движении Но в конечном счете цель была достигнута Революционное движение было подавлено И период от 907 года и до 912 года Это период спада революционного движения в нашей истории России Спад революционного движения Когда уже становится непонятно, какие у нас политические партии чего хотят Потому что их почти не осталось Тех же самых большевиков в это время трудно было найти Потому что их было-то всего-то кучка сторонников Ленина В Швейцарии неизвестно, чем занимавшиеся Ну кроме того, конечно, у Столыпина были проекты, которые он не успел осуществить Были проекты, например, перестройки полицейской системы в России Он пришел к выводу, что у нас, это действительно подтверждалось фактами У нас по сравнению с европейскими странами Гораздо более слабая полицейская система На единицу площади приходилось гораздо меньше полицейских в России Чем в европейских странах Дальше укрепить низовой аппарат власти На уровне уездов Для того, чтобы контролировать жизнь, так сказать, в глубинке Все это Столыпин пытался сделать Готовил эти проекты Но ему угрожала опасность с двух сторон Как всякий центрист Он, с одной стороны, должен был отбиваться от крайне правых С другой стороны, от крайне левых Ну и вот, по официальной версии, в конце концов, его настигла рука радикалов левых Был такой террорист Дмитрий Багров Который 1 сентября 1911 года В Киеве, в оперном театре Подошел вплотную к Столыпину В антракте, стоявшему там у прохода И несколькими выстрелами из револьвера Смертельно его ранил Столыпина отвезли в больницу Через несколько часов он скончался Скончался, был похоронен на кладбище Киево-Печерского монастыря И до сих пор могила его сохранилась На ней лежит большая плита из черного мрамора И написано Петр Аркадьевич Столыпин В советское время эту могилу сравняли с землей Но после крушения советского строя Она опять была восстановлена И действительно, сам Столыпин при всех оговорках При всей жестокости его мер Все-таки, я считаю, что это был действительно человек Который мог бы остановить Россию На пути к новым революциям, к новым потрясениям Ему нужна была великая Россия И он мог бы это сделать Но, к сожалению, судьба не дала ему такой возможности Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова